ну что всем привет что я буду делать я буду делать салат сельдереем вот что мне для этого понадобится вообще должны быть четыре вот упаковочки сидели во первых нормального сельдерея практически найти невозможно было ведь это все надо почистить вот обрезать все это почистить верхнюю часть вот эту вот я шкурку я снимаю сельдерея имейте ввиду не просто так вот это все почищу все это уберу вот но так как они здоровые эти этот сельдерей вот я его я его 3 взяла упаковочки не 4 вообще требуется 4 так дальше крабовые палочки у меня здесь 500 грамм вот я посмотрю если будет мало я еще добавлю крабовых палочек значит огурец свежий много много зелени банка кукуруза сладкой и вот такие яички вот это вот у меня перелепилиные яички я 4 минуты их отварила почистила ой извините болею отварила почистила их вот но это тоже все в салатик вот можно два яйца крупных обычных куриных яйца два штучки можно добавить так ну что еще буду сюда добавлять и как буду делать дальше да и много 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 зелени на сказал не сказала так что еще буду добавлять и чтобы делать дальше вам покажу продолжаю заниматься сельдереем видите я уже вот тут вот сейчас вот тут вот я срезала вот эти вот да и вот эти вот штучки я подцепляю ножичком это просто вам показывают и вот так вот я очищаю я вот так вот очищаю от вот этой верхней части все стебли у сельдерея так вот я очищаю это я делаю беру ножичек и срезаю и вот так вот срезаю подцепляю и срезаю подцепляю и вот так вот срезаю то есть вот это вот я сейчас сделаю сделаю со всеми стеблями вот очищу обязательно очищу все стебелочки и покажу что и буду делать с ними дальше вот видите я уже порезала пока что только один стебель у меня их еще вот два вот вот это я про резать особо не буду я где-то вот так еще раз отрежу и все смотрите на какие вот на какие порции или как это назвать на какие кусочки я это порезала вот такие вот кусочки старайтесь чтобы они были не крупные вот вот на такие кусочки мы режем все три стебелечка нашего сельдерея но делаем дальше и так все нарезали да все нарезали видите сколько много это из этой из нас получилось из трех до корней сельдерея а вообще бы их нужно четыре имейте ввиду но меня тигрю вам говорю что у меня слишком большие они поэтому я взяла 3 ну что продолжаем дальше и так продолжаем дальше что мы делаем дальше дальше мы режем огурец дальше мы режем огурец тоже на кубики кожуру в принципе можно и снять но я снимать не буду хотя можно и снять честно говоря вот но я снимать не буду и мы режем на вот такие вот такие все делаем вообще все должно быть девочки небольшое то есть не надо большие куски куски должны быть маленькие небольшие и мы режем огурец нарезаем вот такими кубиками видите сейчас мы порежем огурец знаете девочки я конечно стараюсь вот на праздник сыну сделать видите решила все очень легкое сделать потому что уже всем надоели оливье всем надоели селедки под шубой а это очень легкий салатик вот стараться то я стараюсь но только сына сегодня будет он уже сказал они где-то там будут справлять с друзьями и в общем я не знаю где вот я не знаю с кем все таки парни уже девочки исполняется 28 лет поэтому весь мой контроль который был свое время контроль был очень жесткий я знала всех его друзей я знала всех его все телефоны знала я наяривала надо и не надо он жутко злился он вообще этого терпеть не мог вот но теперь уже он взрослый взрослый человек поэтому сейчас уже это все так значит и я это все отправляю сюда к нашему мне конечно это и будет мало я потом переложу в большую миску в этой миске мне конечно не хватит режу продолжаю резать дальше вот пока я весь его не нарежу так вот я к чему говорю что мы будем справлять без него не сказал что завтра приедет будем ждать так что вот сегодня без именинника тем не менее так получается родители тоже имеет право справить день рождения своего ребенка в его отсутствие завтра все останется все салатики все рождество рождество вместе посидим семьей на сегодня вот так вот получается да ничего страшного в этом нет вообще мама очень лояльная вы знаете очень лояльно должны быть конечно семейные праздники общие так далее но мы и вот я вам честно говорю мы к этому спокойно относимся в семье у нас нет такого что вот тут обязательно срочно срочно всегда вот это обязаловка обязаловки быть не должно вот есть настроение мы справляем девочки нет настроения что конечно новый год это обязательно день рождения это тоже обязательно вот но я говорю что есть настроение справляем нет настроения не справляем вот и все можно посидеть там ну чисто так посидеть в кругу семьи и все так вот смотрите сколько у меня получилось вот видите то есть я здесь пока что я один огурец он большой у меня у меня есть еще большой но я его больше не буду я думаю этого хватит а вот не хватит я еще подрежу так и смотрим что будем делать дальше так следующее действие марлезонского балета видите много много у меня здесь и укропа и петрушки зелени надо много в этот салат поэтому мы сейчас будем резать зелень так значит вот эти вот корехи все надо обрезать хотя я честно говоря эти корешки тоже режу в данной ситуации они очень толстые очень толстые надо их обрезать самые толстые мы сейчас обрежем которые тоненькие мы оставим вот так мы это убираем так вот так ну и что и потихоньку начинаем резать зелень как резать зелень вы все знаете да вот но посмотрите как это делаю я режем зелень еще раз повторяю что зелени должно быть много в этом салате салат практически но не практически это считайте диетический очень легкий салат и он очень вкусный я это тоже по рецепту одной моей подруги я его всегда раньше делала на новый год вот а тут тут мы так как мы встречали только вдвоем я не стала его делать вот этот салат всегда идет но ура он очень вкусный очень полезный практически это пп салат вот ну не совсем конечно нужно его к этому отнести и когда знаете именно вот новогодние праздники когда надоедают оливье и в этом все в этом духе да мы студия что делаю я делаю вот этот салатик так сейчас мы порежем его дальше я вам покажу дальше чтобы делать так вот я нарезала зелень вот следующее что я делаю я нарезаю крабовые палочки так крабовые палочки мы тоже режем небольшими кусочками я их вот так разрезаю видно вот так я их вот так разрезаю они немножко под замороженные их удобнее так резать когда они чуть-чуть под замороженные я их сейчас очистил от пленочки мы режем как обычно режем крабовые палочки он ведь вот на такие вот кубики тоже все делаю кубиками кубиками салата получается много вот и добавлю и отправляю туда где зелень вот сюда отправляю где зелень и даже не знаю может быть крабовых палочек еще надо будет добавить что вкус не потерялся на на фоне сельдерея хотя сельдерей у меня не 4 4 я думаю хватит я попробую потом на вкус и если я почувствую что маловато я добавлю еще я думаю 500 грамм крабовых палочек это нормально этого хватит хватает достаточно продолжаю дальше резать я порежу потом вам все так сейчас я уже нарежу крабовые палочки не буду я ваше внимание здесь испытывать да вы уже увидели на какие кусочки я режу это не но еще раз показываю вот на такие вот и покажу что будем делать дальше так я нарезала нарезала вот видите все крабовые палочки и теперь следующий ингредиент это у нас что это у нас вот эти вот маленькие яички яйца мы их разрезаем на 4 штучки вот так 4 это же добавляем слова так перепелиные яички тут яйца господи так сколько у нас их тут девочки раз два три 4 5 6 7 8 9 10 10 штучек на этот или же я говорю два больших яйца яйца можно добавить куриных у кого нет перепелиных и честно говоря перепелины это моя собственная придумка вот можно вообще без яиц не возбраняется вот кто не хочет яйца добавлять пожалуйста не добавляйте а а вот я хочу для красоты добавить яйца и для вкуса конечно же вот тоже яйца тоже не возбраняются то есть делаем вот так все это быстренько нарезали и тоже добавляем салат ну что нам остается соединить салат заправить и еще добавить один не один немаловажный ингредиент ну и вот девочки я все перемешала посмотрите получается наилегчайший наилегчайший красивенный у нас салат я еще сюда положила два зубчика чесночка я его так вот чуть-чуть но чеснок по вкусу можете побольше если хотите чтобы чесночок чувствовался мне только чисто вот как аромат надо чтобы чеснок немножко оттенял значит соль по вкусу соль по вкусу вообще посмотрите это воздушный просто салат и заправляю я это все майонезом можете легкий брать какой хотите майонез подсолить заправляю все майонезом так не удобно одной рукой так сейчас я это все перемешаю вот и покажу вам уже его совершенно готовом виде итак смотрим дальше ну и вот девочки это получился наивкуснейший наилегчайший а салатик вот что еще раз говорю что гости будут очень рады еще раз предупреждаю из этого количества что я сделала получается его очень много но не задержится у вас я вам точно говорю потому что все его очень любят и так еще раз повторяю здесь надо по сейчас скажу что у меня вообще надо 4 упаковки сельдерея хотя у меня три большие потому что были один свежий огурец большой или 4 средненьких да вот дальше у меня здесь очень много зелени крабовые палочки две упаковочки вот у меня 500 грамм 1 упаковка чесночок по вкусу заправляете это все майонезом и у меня еще перепелиные яйца здесь добавлены можно вообще без яиц или добавить 2 куриных яйца и майонез пожалуйста любой майонез легкий слабый какой хотите у меня обычный майонез так что вот девочки кому надоели кому надоели салаты жирненькие вот такой вот салатик очень хорошо пойдет с любым с любым блюдом или или так или с любым блюдом и так пока пока девочки подписывайтесь на мой канал ставьте мне лайки потому что салат попробуйте вы не оторветесь от него вот за такой салат надо ставить лайки подписывайтесь на на мой канал чтобы не пропустить у меня еще сейчас буду еще один делать салат у меня три блюда готовится уже параллельно сейчас еще буду делать один салат поснимаю на его уже я выложу позже и так всем пока пока девочки я извиняюсь по скриптум я забыла сюда отправить еще сладкую кукурузу обязательная обязательный еще ингредиент вот девочки вот теперь все теперь все теперь вот кукурузка сюда добавлено и уже точно больше ничего не надо так что вот делайте еще раз пока пока но всем хорошего настроения и с рождеством